Всем привет, это Лиза Краснова и сегодня я хотела бы сделать финальный отчет из рубрики Finish It. Если вы, так же как и я, почти полгода ждали этот выход, поставьте пальчик вверх этому видео уже сейчас. А если вы не знаете о чем речь, то дальше в этом видео я вам расскажу и покажу, в чем-то напомню. Что это видео я снимаю не одна, а замечательная девушка Ирина Вишневецкая, которая вдохновила и потолкнула меня на этот проект. Когда-то я с особым упоением следила за тем, как она заканчивает средства. Это рубрика, которая посвящена тому, что блогер выбирает баночки, которые полупустые, либо в которых есть уже пен, то есть вот эта железная часть от теней или румян, или какого-либо другого средства, в котором есть такая вот железная штуковина, и пытается эти средства закончить за определенный срок. Мы с Ирой выбрали примерно 5 месяцев, в которые мы должны были уложиться и попытаться закончить множество из этих средств. Канал Иры я оставлю внизу в описании, а также вот здесь по ссылке. Она в первый раз сделала эту рубрику, и она была настолько успешной, мне очень нравилось следить за ее результатом, что во второй раз я решила к Ире присоединиться. Пожалуй, это была моя самая плохая идея, потому что я всегда до этого считала себя хорошим блогером, ответственным, который все время идет на результат, но в этот раз я поняла, что я какое-то унылая гэ, потому что нужно было делать ежемесячный отчет, и в какой-то момент у меня накопилось так много новой косметики, что к этим средствам я практически не возвращалась. Мне было стыдно признаваться в том, что я практически ни в чем не преуспела, поэтому я очень долго филонила, откладывала. В общем, пришло время чек, когда нужно высказаться о финальном результате, и слава богу, хоть какие-то результаты у меня есть. Я все же планирую собраться с силами и сделать вторую часть этой рубрики, то есть попытаться второй раз уже с новыми силами, опытом и знанием приступить к этому челленджу. Если вам будет интересно проследить за моим вторым этапом рубрики Finish It, то, пожалуйста, смело пишите ваши комментарии по поводу того, что вы за. Пооправдывалось, теперь можно приступить к тому, чтобы показать, какие результаты. Начну, пожалуй, с самого потрясающего результата, которого я достигла, а именно в моих тенях Urban Decay раньше была просто дырочка, а теперь здесь едва-едва остался продукт. Этим средством я оформляю брови, им сегодня у меня выполнено контурирование, также им я прокрашиваю складку веков. Если бы нужно было выбрать вообще одно средство, такое универсальное на все случаи жизни, это было бы оно. Эти тени в потрясающем оттенке. Все названия всех средств и оттенки я оставлю внизу и в инфобоксе, так что смело переходите. Я, честно говоря, была уверена, что за это время средство полностью закончится, но нет, и слава богу, потому что каждый день, фактически, и вот на протяжении всего этого времени, так или иначе, я использовала этот продукт. Или только на брови, или только на складку, или только на контурирование, либо на все вместе. Но эти тени у меня всегда в ходу, и я с удовольствием куплю их еще раз, когда попаду куда-то в Европу, потому что у нас бренд Urban Decay не представлю. Еще одно средство, в котором я очень сильно преуспела, это тени от марки Maybelline. Они вот-вот, только недавно закончились, и самые последние остатки просто вывалились из этой вот железяки, потому что уже оставалось просто по краям, и, наверное, аппаратация сделала свое дело. Это были очень классные румяна, мне они безумно нравятся, кроме того, что у них дебильная упаковка, больше никаких изъянов в них нет. Они очень приятно ложились, это был оттенок 40. Натуральный, очень легкий, очень освежающий румянец, прекрасное средство. С удовольствием бы повторила эти румяна, если бы у меня не было других очень похожих от бренда Evroche. Мне кажется, что они прям почти чуть ли не братья родные. Также я значительно преуспела в использовании скраба для губ от бренда The Body Shop. Он закончился, в принципе, вообще в ноль. Классное средство, мне очень нравилось то, что оно круто отшелушивает губы, при этом он довольно жесткий был этот скраб, но за счет того, что в нем есть вот эта масляная такая составляющая, она хорошо мгновенно заживляла какие-то трещинки, которые могли быть на губах. И вот несмотря на свою жесткость, этот скраб все-таки подлечивал губы. Я не знаю, как оно происходит. После него они были такие наполненные, и вот мне кажется, что здесь то ли масло чайного дерева, что-то такое есть лечебное, вот мало того, что дает этот великолепный аромат, также подлечивает какие-то трещинки, и он так долго расходовался, просто какой-то мегаэкономичный. Также я прикончила, наконец-то, эти капли для загара от Clorant, совершенно бесполезная вещь, я об этом рассказывала в предыдущем видео, не буду долго на этом останавливаться, просто какая-то фигня, мне никакого оттенка загара не давал, и я вообще не вижу смысла тратить деньги на это, не пойми что. В первом отчете я добавила вот это средство для тела, мне очень нравится этот продукт от Avon. Не знаю, почему у многих людей Avon вызывает какие-то противоречивые эмоции, для меня это совершенно прекрасный бренд, и сейчас уже даже не нужно контактировать с консультантом, вы просто заходите на сайт, делаете заказ, и все, чики-пики к вам быстро, прекрасно, легко приходит. Это было увлажняющее молочко для тела, которое круто увлажняло, при этом было мега-мега-мега нежным. Вот это молочко просто бомба, и если у вас есть предосудки по поводу Avon, я вам предлагаю от них поскорее избавляться, потому что марка действительно достойная, особенно по тому бюджетному сегменту в ценах, которые она занимает. Также я продолжаю пользоваться своим ароматом от Lancome La Vie a Belle, вот столько я использовала, этот аромат очень сладкий, поэтому в какой-то момент уже им было невозможно пользоваться, чтобы люди вокруг просто не погибли, но я буду продолжать пользоваться им этой осенью, и скорее всего, если вы меня поддержите, и я решу делать второй этап этого челленджа Finish It, то я, конечно же, обязательно добавлю этот аромат обратно туда, потому что эти духи классные, одно время они были моими самыми любимыми, я просто поливала себе с ног до головы, у меня было 6-7 флаконов, короче, я нормальненько так полюбила их. Также средства, которыми я все еще продолжаю пользоваться, и особенно сейчас, когда наношу на тело автозагар, это CC-крем от Lumine, еще в предыдущей версии, в оттенке Medium. У меня есть точно такой же малыш, только в оттенке Light и уже в новой упаковке, я не вижу вообще никакой разницы между ними, возможно, я не специалист, и как-то они отличаются, но для меня они абсолютно идентичны, разница только лишь в оттенке. В поводу того, что оно все еще не закончилось за полгода, естественно, вы можете понимать, что я пользовалась не только им, потому что я не всегда загорелая достаточно для этого тона, потому что Medium все-таки темноват. Также средство, которое на самом деле стремительно заканчивается, но все еще не закончится, чему я очень рада, это мой самый любимый карандаш для губ в оттенке 101 от Vivienne Sabo, этот крошечный огрызок, я его, ну не то чтобы экономлю, но каждый раз, когда я им пользуюсь, это примерно так же, как с тенями Urban Decay, мое сердце обливается кровью. Я понимаю, что это супер бюджетное средство, что его можно легко купить, и, кстати, у меня есть еще специальный промокод на бренд Vivienne Sabo, я оставлю вам внизу его в инфобоксе, там будет скидка 10%, которая суммируется еще с теми скидками, которые уже есть на сайте, так что смело переходите, и вы сможете приобрести этот карандаш, но он потрясающий, у него великолепный оттенок, практически в большинстве моих предыдущих видео, где он нанесен на губах, и тысяча вопросов, о боже, что это за помада? Это этот карандаш, он дает прекрасный оттенок, а вот это прям, вот прям мои губы только лучше, и он такой немного лиловый, лавандовый, потрясающий, просто куплю его обязательно еще, когда он закончится, но я думала, что он кончится реально, потому что я им пользовалась, ну, если не каждый день, то как минимум 4 раза в неделю так точно, и он безумно круто держится молодцом, очень приятный, мягкий, несмотря на то, что ему довольно много времени, то есть ему года 2 так точно, он не теряет своих свойств и качеств. Также у меня была помада от Clinique, которую я теперь почему-то не могу найти, такая красивая маджента, ярко-малиновый оттенок, я ей пользовалась несколько раз, потому что сначала у меня к ней рука не тянулась, потом как-то летом я ей пользовалась очень-очень часто, и теперь, когда я собралась ее вам показать, и сказать, что у меня есть результат, я не могу ее найти. Но зато при этом я нашла 2 другие помады, которые должны были у меня закончиться в этом челлендже, хобби-помады от бренда Art Deco из серии Color Lip Shine. Одна из них прям вот вообще уже фактически покинула нас. Это помада в оттенке 38, у них уже подходил срок, поэтому я вот эту помадку, слава богу, успела закончить, а вот эта стала странно попахивать, и вот ее осталось примерно вот столько. Это оттенок 69, такой красивый розовый. Эти помады я могу вам смело рекомендовать, они потрясающие, это самые нежные, увлажняющие, мягкие. Эта серия просто бомба. Вот зимой, когда губы сохнут, вам не хочется ничего такого высушивающего еще больше, а хочется как будто одеть губы, чтобы ветер их не портил, и было не так холодно, вот эти помады, просто какое-то спасение, они прям космически обожаю. Скорее всего, когда уже наступает прям совсем конкретная холода, я повторю какую-то из них, или может быть просто какой-то новый оттенок выберу. Вот и все, это был мой финальный результат. Я надеюсь, хоть немножечко вы гордитесь моими результатами, если ожидали окончания этого проекта. Я буду признательна, если вы поддержите меня в моем желании попробовать себя еще раз в этом челлендже. И обязательно переходите к Ире внизу по ссылке, давайте посмотрим вместе, как прошло ее успешное, я уверена на 100% испытание, потому что она все-таки в этом профессионал, а я пока еще юнец. Спасибо вам огромное за просмотр, желаю вам прекрасного дня, и до новых встреч, пока! И подписывайтесь на канал! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok